Прикосновение к вечности День четвёртый Пристрастие к страданию Часть первая Мы только что прослушали фрагмент музыки. Суть этой музыки не столько в звонках, сколько в пространстве между ними. Когда вы слушаете подобную музыку, обращайте больше внимания на пространство, чем на звук. Звук указывает на него. Это похоже на то, как в японских и китайских картинах в одном углу небольшой фрагмент горы, ветка дерева в другом углу, но в основном на полотне пустое пространство. Созерцание обращения внимания на пустое пространство. Осознание пространства. Это возможно, если вы чувствуете пространство внутри себя. Воспринять пустое пространство можно только пространством внутри себя. Мыслив этого сделать нельзя, поскольку пустое пространство не имеет формы, а мысль – форма. Не имеющие формы – суть вашей идентификации. Конечно, вы сохраняете еще временную идентификацию с физической и психологической формой. Но знание себя только как проявленная форма – это связывание себя, иллюзия, незнание. Неважно, насколько умной выглядит эта идентификация, сколько сведений она в себе заключает, сколько жизненного опыта аккумулирует она в себе, как ваше «я». Все это неведение, если вы знаете себя только как физическое тело, как ментальные формы, как психологические формы умом созданного «я». Неведение в том смысле, что вы не знаете, кто вы есть. Образ «я». Тот, кто вы думаете, вы есть – иллюзорное образование. Поскольку оно иллюзорно, оно не существует как реальность. Вы никогда не будете собой посредством иллюзии. Это иллюзорное образование все время ищет, поскольку оно знает о своей несостоятельности. Ему все время чего-то не достает. Ему нужен способ укрепить иллюзию себя. Оно ищет добавить к себе больше. Оно полагает, что добавляя все больше, оно в конце концов достигнет чего-то существенного, подлинного, непрерывного, находящегося за пределом разложения. И оно никак не может найти это, потому что вы не знаете себя как не имеющие формы. Мы здесь для того, чтобы узнать себя как не имеющие формы. В любой ситуации, когда мы действуем, мир форм притягивает вас. Во взаимодействии с другими людьми вопрос сводится к тому, есть ли пространство в этом взаимодействии. Или это взаимодействие исключительно на уровне форм, на уровне ума. Интересно наблюдать, как люди, уже знакомые с безмолвием, внутренне присущим единству с не имеющим форм. Эти самые люди, когда жизнь бросает им вызов, тотально тонут в форме этого вызова, в своих реакциях. Они моментально теряют себя в вере, что внешние, или их ум, которые тоже внешние, важнее, жизненно необходимее. мир соблазняет вас, заставляя верить, что он абсолютная ценность, что вы должны уделять ему все ваше внимание. Вы теряете себя в реакциях, которые суть обусловленной формы. Вы тотально в них. Когда вы говорите с кем-нибудь, вы очень серьезны. «Послушайте, это очень важно. Вот что произошло. Что теперь делать?» Или вы делитесь своими опасениями. «О, какой ужас! О, мой Бог!» Пространство потеряно. Все, что осталось у вас, это формы. Вы целиком потеряли себя в них. Так существует целая цивилизация. Она потеряла себя в формах. Новости по ТВ. В них не чувствуется пространство. Диктор очень серьезен. Читаясь с чувством, что сообщает нечто важное. Вот настоящие проблемы. Потому что, если бы это не было проблемой, оно не появилось бы в новостях. Событию не нужно быть глубоким, наполненным смыслом. Ему достаточно быть проблематичным, чтобы стать новостью. Специальные люди, сами потерявшие себя в формах, отбирают новости для вас и затем подают их, как нечто чрезвычайно важное. Потенциально они замутняют внутренние измерения. Безотчетно исчезает пространство. И так мир искушает вас, заставляет верить, что он все, что есть. Мир становится более важен, чем Бог. Вы можете сказать, «Нет, все, что я хочу, это познать Бога, освобождение, самопознание, вот что я действительно хочу». Через пять минут вы попадаете в какую-нибудь жизненную ситуацию, она обретает для вас абсолютную значимость и вытлоните в ней. Когда вы говорили, что хотите Бога, самопознание, в тот момент это было правдой. Но спустя пять минут вы больше не хотите его, вы хотите мир. Когда вы говорите, «Я хочу Бога», подразумевается, что хотите войти в состояние серенды. Ничто другое не более важно. Можно также сказать, «Я ищу душевный покой. Это единственное, что мне нужно». Через какое-то время приходит мир, и вы начинаете желать что-то другое. В курсе чудес есть прекрасные строки «Я хочу покой Бога». Просто произнести эти слова не значит ничего. Но понять значение этих слов – никто не может понять эти слова и остаться неисцеленным. То есть не стать целостным, не стать самим собой. Все дело в том, чтобы действительно хотеть этого. Многие говорят, «Я не могу, серенды». Не можете или не хотите? Две точки зрения на одно и то же. «Я не способен». Но если вы посмотрите глубже, нечто в вас не хочет сэрнды. Оно не хочет покоя. С одной стороны, очень глубокое стремление к самоосознанию, желании душевного мира. И есть другое стремление в вас, которое не хочет ничего этого. оно очень легко затмевает вашу глубинную сущность, ваше желание душевного мира. Важно осознать в себе обусловленное стремление, которое ищет проблемы конфликтов вместо мира. Когда вы знаете это, когда вы видите, как оно возникает и начинает действовать, включите сюда и тело боль. Это нормально. Это обусловленное движение ума, пребывающее в единстве с эгоистическим чувством «я», которое периодически нуждается в конфликтах, чтобы поддерживать себя в форме. Умом созданное эгоистическое «я» не может долгое время жить без ввязывания в конфликты. Оно живет в мире проблем. Оно нуждается в их воспроизводстве, чтобы поддерживать само себя. Если вы не знаете об этом, вы теряете себя в навязчивой потребности, которую можно назвать пристрастием человека к страданию. Нужно увидеть это в себе. Вот оно. Но оно вне персонально. Если вы думаете, что это ваша личная проблема, вы окажетесь в еще более глубокой ловушке. При страсти к страданию потребность в конфликте бессознательна. И это тот способ, каким отдельно умом созданное эгоистическое образование поддерживает свои границы в действии. Границы между «я» и другие. Люди, ситуации, обстоятельства, настоящий момент, мои враги. Иногда случайным образом наступает облегчение. Затем опять возвращается потребность страдания, и вы верите, что мир вокруг вас сделан, чтобы причинять вам неприятности. В этом как раз проявляется бессознательность, в полагании, что внешний мир только и делает, что воздвигает препятствия на пути. Большинство людей именно так воспринимают жизнь и универсум в целом. Им кажется, что стоит им на какое-то время установить мир вокруг себя, как тут же на них насылаются неприятности. Почему это должно было произойти со мной? Вы слепо реагируете. Кажется, что это мир причиняет вам, но не осознаете, что скрытое желание исходит изнутри вас. Это дисфункционально, ненормально, но это внеперсонально. Если дисфункция разовьется немного дальше, она превратится в заболевание. Вера, что мир замышляет что-то против меня, может стать паранойей. Если дело зайдет еще дальше, люди скажут, что человек сошел с ума. Но прежде чем был поставлен диагноз паранойя, человек изначально уже был безумен. Если вы присвоили кому-то другому диагноз паранойя, вы думаете, что защитили себя, что с вами ничего подобного не произойдет. Очень освобождает умение видеть в себе эту склонность, которую мы назвали пристрастием к страданию. Потребность в конфликте. увидьте ее, и вы станете свободным. Потому что то, что вы видите, это обусловленность, а тот, кто видит, это необусловленность. Просто смотрите. Тогда вы заметите, что периодически, может быть один, два, несколько раз в день, у вас просыпается эта потребность. Ее может активизировать любая ситуация. Некоторые из них делают это более успешно. Многие люди, приехав сюда, оказались в странной обстановке. Индия умеет бросать вызов жизни. Вы начинаете реагировать привычными для себя способами. Это нагружает тяжестью то, что само по себе не более чем ситуация. Внедряется реакция и положение становится тяжелым. все сводится к утрате пространства в том, что происходит. Вы тотально погружаетесь в форму, потому что когда вы реагируете против чего-нибудь, вы реагируете против внешней формы, усиливая при этом идентификацию со своей собственной формой. Идентификация с формой любит такие реакции. в любом взаимодействии, в любом повороте событий вопрос сводится к тому, теряете ли вы себя в этой ситуации. По-другому, теряете ли вы себя в умом создаваемых формах, в реакциях, в потоке мыслей, в словах. Если вы целиком у них, исчезает пространство. А разговаривая с кем-нибудь, неважно о чем, это могут быть сплетни, или что-нибудь страшное, или раздражающее, или печальное, вы теряете себя, исчезает пространство. Часто люди приходят ко мне, начинают говорить, и я вижу, что они полностью погружены в деятельность своего ума. Я жду некоторое время, пока они не остановятся, просто смотрю на них. Иногда внутреннее пространство возвращается к ним. Они как бы просыпаются. Вы видите, что никакая ситуация не тяжела сама в себе, если ее окружает пространство. Просто ситуация. Просто еще один набор ограничений, проявляющийся таким образом. Набор ограничений. конечно, таков мир форм, не более того. Сама ситуация не несет в себе тяжесть и плотность, пока вы не наделите ее этим. В действительности мир форм неплохо не тяжел. Это то, что вы привносите в него, делаете его плотным и тяжелым, невероятно нагнетая этими качествами то, что само по себе является простотой обстоятельств. Вы носите в себе потребность в конфликте и страдании. Вы раздаваете ситуацию, преувеличиваете ее за счет резонных образований. Событие становится таким большим, что выходит на уровень новостей по ТВ. И тогда вы знаете, что действительно положение тяжелое. В некоторых частях мира особо проявляет себя общечеловеческой бессознательность. Там продолжаются ужасные конфликты. Ситуации сами по себе простые. Их можно решить, если сесть все вместе за круглым столом с желанием сохранить пространство. За несколько минут можно решить проблему, если создать пространство вокруг мира. В положении на Среднем Востоке Северные острова общечеловеческая бессознательность здесь особо тяжелая, плотная. Проблема не в ситуации, она используется как оправдание. Проблема не в Северных островах, а в обусловленных реакциях, в потребности в конфликте. А зачем нужен конфликт? Чтобы укрепить чувство своего «я». Конфликт на Среднем Востоке становится способом защитить свою коллективную идентификацию, свое коллективное «мы». Посмотрите на проблему Северных островов. Зачем по несколько раз в год последователи одной религии убивают сторонников другой? Это помогает им чувствовать свое «я». У них нет другого способа. Они поддерживают конфликт, чтобы чувствовать свое «я». Какой бы жизненная ситуация ни взять, она сама по себе проста. Тяжесть привносится проекциями ума, который посредством проблемы конфликтов обогащает чувство «я». Склонность к страданию проистекает из-за идентификации со своим маленьким «я». Человек, потребляя благо мира, превращает его в очень тяжелое место. Ограничения, присущие миру форм, превращаются в очень проблематичные жизненные ситуации, в проблематичные «я». Незаметно мир становится адом. Таким образом, все сводится к одному. Есть ли пространство? Большинство людей теряют себя в физических и психологических формах, в обусловленных реакциях. Я предлагаю вам различные указатели на одно и то же. Если не подойдет один, может сработать другой. Пространство необусловленного сознания. Объективированное сознание. Человек идет по жизни тотально оккупированный объективированным сознанием. Каждый объект переживается как важность, поскольку за ним ничего нет. Каждый внешний объект в нашем восприятии сопряжен с ментальным объектом, подобно тому, как мысль заключает в себе эмоцию, которая приходит вместе с мыслью. Внешний объект содержит в себе часть вашего Я. Каждый объект. У большинства людей отсутствует пространство сознания. Единственная вещь, которая может их освободить. Однако они об этом не знают. Но это так просто. Вся сущность учения заключена в научении пространства сознания. Не терять его в формах. Не терять в уме. Я не могу до конца объяснить, что такое пространство сознания. Я делаю все возможное. Может быть, у кого-нибудь другого это и получится средствами языка. Чудо, что мы вообще можем об этом говорить. Язык вводят в заблуждение, потому что язык представляет собой форму. Мысль вводит в заблуждение мысль, будто она может все до конца понятия. Можно только приблизиться посредством мысли. Нет смысла бесконечно изобретать новые-новые, все более дифференцированные слова и концепции, используемые для описания феномена сознания. Это будет давать вам иллюзию понимания. Это дифференциация, это создание новых слов. Но они будут все теми же ментальными конструкциями. Достаточно тех указателей, которые уже есть, остальное в непосредственной передаче состояния. Не то, чтобы я специально что-то делал для этого. Это происходит. Прямая передача присутствия или пространства сознания. Назовите как угодно. В начале нашего ретрита я говорил о необходимости осознать измерение, пребывающее за словами. Слова лишь указывают на него. Но суть это само измерение, как бы вы его ни назвали. Пространство сознания или присутствие или безмолвие или необусловленное сознание или чистое восприятие не имеет значения. и это всего лишь указатели. Вы можете назвать это сознанием безмыслей или чистой разумностью. Вот еще указатели. Указатель не является тем, на что он указывает. То за пределами слов, то за пределами мира. И тем не менее оно здесь. Оно за формой, но оно здесь. Как оно приходит в мир? Кто знает? Оно здесь. Откройтесь этому измерению, пока вы находитесь в зале. Возможно, вы не сможете сказать словами о происходящем с вами. И однако оно возникает как способность просто сидеть в пробужденном безмолвии. Чувство пространства. Вы узнаете себя, так сказать, из первых рук, что такое быть сознательным без мыслей. Иногда появляется мысль, как случайное движение внутри этого состояния. Все нормально. Вокруг нее пространство. Пространство. это абсолютная ценность вашей жизни. У всего остального относительная значимость. Успех в делах или успех в глазах других людей. Мир говорит, что это вы сделали нечто. Имеет ли это значение? Да, относительное значение имеет. если в вас есть потребность, чтобы мир говорил вам, что это сделали вы. Окей. Богаты вы или бедны, это имеет относительное значение. Вы можете жить в небольшой хижине или в просторном особняке. Да, относительное значение это имеет. Так же, как и все внешние обстоятельства вашей жизни, даже состояние здоровья, хорошее оно или нет. Но только единственное имеет абсолютную ценность. Это знаете ли вы себя за пределами форм. Если не знаете, ничто имеющее относительное значение не спасет вас. Быть значительным в глазах мира может ли это спасти вас? Или дать вам душевный покой? Или принести с собой еще что-нибудь существенное? Богатство спасет ли оно? Проживание в особняке. Спасет ли вас? Особняки полны несчастными людьми. Они все время ищут самих себя посредством мысли, посредством владения особняком. Им кажется, что они нашли себя. Я расширилась на величину особняка. Какое-то время они чувствуют себя хорошо. Единственное абсолютно значимое вещь – это пространство сознания. Остальное отступает на второй план. Мир форм все время меняется. Вы ни на что не можете по-настоящему опереться. Не можете до конца доверять миру, доверять форму. Они живут вами, а вы живете ими. И все в конце концов исчезает. подлинное доверие нечто совсем другое. В нем нет полагания на имеющие форму. Абсолютное доверие – это присутствие в сейчас. Никакие формы не нужны, чтобы чувствовать себя состоявшимся, завершенным. И тогда никакая форма не может вам угрыжать. Итак, вы учитесь здесь тому, что такое пространство сознания. Это не заучивание нового, а скорее отучение себя, от обусловленных привычек. Они ослабевают, когда вы смотрите на то, как эти обусловленные привычки замотняют собой пространство сознания, заслоняют присутствие, которое уже здесь. Примечательно, что некоторые места особенно притягивают к себе духовных искателей. И сейчас мы в одном из таких мест. На протяжении тысяч лет людей тянуло сюда. Многие из них так и остались искателями. Они ищут себя в разного рода переживаниях, видениях, во всем, что можно добавить к своему «я». Они не знают, что само искание заслоняет с собой то, что уже здесь. Запомните, о чем мы говорили в начале. Вносите пространство сознания в любые взаимодействия. В этом заключается ваша работа. Так изменится мир, потому что мир состоит из человеческих взаимодействий. вы можете вносить сознание во взаимодействие, пребывая в состоянии внимательного слушания. Это пространство. Проблемы возникают, когда вы начинаете говорить. Ум возбуждается, тянет за собой. Как только возникает поток мыслей, он начинает затягивать вас в себя. Рот навязчиво производит слова, которые рассказывают о проблемах, критикуют, предъявляют претензии, рассказывают о чем-то очень важном. Вы идентифицируетесь и считаете, что это правда. Мысль, которую вы принимаете за истину, лишь фрагмент, относительная точка зрения, одна из множества на эту ситуацию, на эту проблему, на этого человека. Но вы принимаете ее за истину. Однако поток мыслей – это снова не нечто персональное, это общечеловеческие проблемы, это проявление коллективного человеческого ума. Мы говорили, что тело боли не является персональным. Так же и поток мыслей – не личные проблемы. Таков человеческий ум. В первой половине двадцатого века был один философ. Он высказал одно странное утверждение. Не мы говорим, а язык говорит нами. Если идти дальше, то не мы думаем, а мысли думают нами. Движение мыслей, движение энергии, движение коллективных энергетических образований. Они обладают невероятной инерционностью. Вы слушаете другого человека. Вы в состоянии слушания. У вас пространство. И вот вы начинаете говорить. В начале еще присутствует пространство. Но постепенно, не замечая того, вы погружаетесь в полную идентификацию с потоком мыслей. Они увлекают вас за собой. Вы целиком верите в истинность произносимого. Ваше мнение больше не одна из точек зрения. Вы полностью теряете себя в одном маленьком взгляде на происходящее. Когда вы молчите, это происходит тоже. Мысли проносятся в вашей голове, и вы теряете себя в них. Вы тотально верите, что все именно так, как вы говорите о себе или о ком-нибудь другом. Вы теряете себя в потоке мыслей. Требуется много времени, чтобы он истощился и остановился, так как он подпитывает себя энергией все новых и новых мыслей. мыслей. В состоянии присутствия, даже если поток мыслей возник, даже посреди него сохраняется возможность наблюдать за происходящим. Это все, что от вас требуется. Знать, что вы захвачены потоком мыслей. Сознание начнет освобождать само себя от тотальной схваченности мыслью. Достаточно знания, что вы захвачены потоком мыслей. Достаточно крохотного свидетеля на заднем плане. В тот момент, когда он возникает, появляется пространство. В начале оно небольшое, но это все, что нужно. Не надо заставлять себя, типа, «Я должен отделаться от ума». Нет. Знать, что ум здесь – это все, что нужно. Волевое изменение себя займет много времени. Наблюдайте за обусловленностью, как она функционирует. Она не сможет долго существовать в присутствии свидетеля. Бессознательное движение ума скоро кончится, потому что, когда приходит сознание, бессознательному трудно продолжать свое движение. Вместо того, чтобы наполнить себя жизнью, многие люди стараются переделать себя. Позвольте присутствию быть. Конечно, это не то, что вы можете заставить, чтобы было. Оно либо есть, либо его нет. Тот факт, что вы сидите в этом зале, означает, что сознание здесь, потому что это оно заставило прийти вас сюда. Если вы попали сюда по случайности, или вас привела иллюзия, или еще что-нибудь. Помню, я читал лекцию под названием «Освобождение от времени». Один человек пришел по ошибке, так как думал, что будет семинар по тайм-менеджменту. Такое случилось дважды. В первый раз человек, пришедший, как он полагал, на семинар по планированию времени, вскоре вышел из зала, объяснив организаторам, что произошла ошибка. В другой раз на лекцию пришел доктор, в надежде разрешить проблемы с распределением своего времени. Через три часа он с удивлением сказал, «Никогда не слышал ничего подобного. Я пришел за управлением временем, а нашел гораздо больше». Таким образом, присутствие это не то, что вы можете заставить произойти. Оно либо есть, либо его нет. Я знаю, что в вас оно есть. Если бы вы пришли сюда по ошибке, в ожидании, что найдете для себя нечто, что сможете добавить к своему «Я», новое духовное знание, новое верование, эмоциональное переживание, вы бы уже давно ушли или сидели бы в состоянии угнетенности и разочарования, что придавало бы силы вашему «Я». Находясь в подобном состоянии, молчаливо полагается, что вы правы, а весь мир вокруг нет, и поэтому вы правильно делаете, что раздражены. Вы чувствуете, что знаете, кто вы есть. Вы не можете заставить возникнуть присутствие. Это благодать. Она может случиться с вами. Вы можете даже не знать, что она снизошла на вас. Ум считает, что с вами ничего не происходит. И тем не менее, присутствие может возникнуть в вас, даже если ума не узнает его. Присутствие возникает и в людях, которые за свою жизнь не прочитали ни одной духовной книги. Они не знают, как рассказать о своих переживаниях. Когда это произошло со мной, я ничего не понимал. Если вам кто-то скажет, присутствие возникло у вас, вы спросите, что это такое. Но зато все знают, что такое покой. Иногда полезно присутствие обозначать как покой. То, что я говорю вам здесь, я не каждому могу сказать. Но в глубине потока мыслей всегда есть возможность возникновения пространства восприятия или присутствия в виде свидетеля. У вас достаточно присутствия, чтобы это происходило. Это все, что вам нужно. В терминах Рамана Махарше это поток необусловленного восприятия, поток сознания. Ничего не надо делать с ментальными структурами. Позвольте возникать свидетелю. Однажды возникнув, он не исчезает окончательно. Он может быть снова заслонен на какое-то время, а потом он опять здесь. Если он надолго заслоняется тяжелой плотной идентификацией, он рано или поздно вновь пробьется через нее, вновь создаст пространство, сделает новую трещину в скорлупе эго, который уже во многих местах треснул. Но эго обладает механизмом самовосстановления, что оно регулярно и проделывает. Трещины через какое-то время исчезают, но возникает присутствие и появляются новые трещины. Если вам нужно несчастье, чтобы у вас произошло окончательное разрушение скорлупы, оно случится. Это тоже милость, благодать. Часто люди не осознают, что бедствие в их жизни – великая милость, великая возможность. Не думайте, что я сразу согласился с учителями, говорившими, что не нужно ничего делать. Позволение – это не то же самое, что делание. Позвольте возникнуть. Открытость совсем не похожа на желание «я должен заставить это произойти». У вас не получится. Но можно позволить возникнуть. Итак, вы пребываете в состоянии сэрэнде, пока оно не исчезнет, пока не появится необходимость снова войти в сэрэнде. Сэрэнде выявляет нон-сэрэнде. Наблюдение за нон-сэрэнде растворяет его, и вы входите в сэрэнде. Сэрэнде мост между сопротивлением и несопротивлением жизни. Сопротивлением и несопротивлением настоящему моменту, какой бы формы он ни принимал. Вот наша практика. Мост. Используйте его. Никакие другие мосты не нужны, чтобы найти себя. Эгоистические структуры не могут противостоять сэрэнде. В этом красота простого. Люди спрашивают, как избавиться от эго, как избавиться от я. А вот и все начнет происходить само. Навязчивость мыслей станет ослабевать, что приведет к растворению эгоистических структур, которые суть мыслей. Когда навязчивое мышление ослабевает, ум становится менее шумным. Вы чувствуете тишину. Она внутри, она снаружи, она пространство сознания, и она возникает сама. Чудо в том, что как только у вас получилось сэрэнде, великая разумность необусловленного сознания начинает проявлять себя в вашей ситуации. Да, это настоящее чудо, но оно скорее побочный продукт. Вы ничего не делали. Прекрасно, когда формы меняются на более гармоничные. Когда благоприятные факторы неожиданно входят в вашу жизнь, и вы не знаете, откуда они взялись. Возникают счастливые совпадения, потому что теперь вы объединены с целым, и оно проявляет себя посредством вас. Но все это как крем мороженое на торте. Сегодня днем я просматривал ваши вопросы. В одном из них меня спрашивали, если сознание входит в жизнь отдельных людей, влияет на обстоятельства их жизни и делает этих людей освобожденными, почему сознание не проделает то же само со всеми людьми прямо сейчас? Если перефразировать вопрос, то зачем оно медлит? Почему оно не делает этого сейчас, если оно сделало это с Иисусом, если оно проявило себя как форма в нем или в ком-нибудь другом? Очевидный ответ, что оно и сейчас проделывает то же самое. Вы посреди эволюционного процесса на этой планете. Вы клетки целостного организма. Человечество можно рассматривать как единый организм, состоящий из миллиардов клеток. Этот коллективный организм простирается далеко за область физической проявленности и как единый организм он проходит через трансформацию. Часть организма по-прежнему не преобразована. То, что вы воспринимаете как своя персона – это его отдельная клетка, проходящая через трансформацию. С точки зрения вашей персоны это великий дар, величайшее приключение, величайшая цель вашей жизни. Эта цель не в будущем, она уже в процессе реализации прямо сейчас. Люди иногда задаются вопросом «В чем истинная цель моей жизни? В этом внешние формы вторичны. В чем моя судьба? Жить здесь или там? Мне предназначено следовать этим или другим путем. Каким словам надлежит рождаться из моего рта? Все это мир форм. Он умеет позаботиться сам о себе. Но ваша истинная цель – человек находится посреди этого процесса, а его маленький ум продолжает вопрошать «Я ищу цель моей жизни». Внешне отражает внутреннее. Вас постоянно обучают в той или иной форме. Ваше настоящее превращается в учителя. Хорошая новость в том, что подобно тому, как бессознательность очень заразительна, один бессознательный человек может спровоцировать драму для всех людей в зале. Он может заставить всех кричать и драться, втянуть всех в реактивное состояние. Подобно этому, состояние присутствия тоже может передаваться другим. Вне зависимости, говорите вы или молчите. Ваше присутствие излучает само себя, пространство сознания. Оно преобразует тех, кто готов. По сути, начинаете выступать в роли учителя. Слова возникают как дополнение. Вы можете формулировать принципы поведения в мире, но все это вторично. Не так уж и важно, какую форму примет ваше присутствие. Может не быть никакой формы вообще. Многие индийские учителя не прибегают никаким формам обучения, никаким структурам. Они просто сидят под деревом или в канаве, и все происходит. Они не назначают времени встречи, их может и не быть там, где вы их ожидаете. Учитель куда-то ушел, и вам предстоит его поискать. Так что, пребывая на нашем семинаре, у вас есть преимущество знать, что я тоже окажусь здесь в условленное время, если универсума не возникнет других планов. Некоторое время я буду здесь. Родится очень много ментальных структур. В методе обучения не опирающимся на структуру заключена великая красота. Он может быть более прекрасен, чем наш. Но, с другой стороны, учитель, он или она, могут неожиданно уйти, и вам потребуются часы ожидания, чтобы он появился снова. Наконец, к четырем часам утра он приходит. Однако, это второстепенный вопрос, в какой форме учение являет себя. Так или иначе, вы будете проходить обучение. Вы уже проходите его. Как сказано в курсе чудес, вас учен Бог. При этом он не указывает на Библию. Красота обучения в том, что вам не нужно делать. Ваша ответственность в том, чтобы оставаться открытыми, быть в состоянии серонда. плотное персональное я будет становиться все более и более прозрачным. В этом и заключена цель вашей жизни – становиться прозрачным. Сидя здесь, вы становитесь менее тяжелыми. Структуры я растворяются. Тяжесть я исчезает. Своего рода программа духовного похудания. Мы говорили о возможности, которые приходят вместе с присутствием. Смотрение на происходящее. Смотрение безналитического вмешательства со стороны ума. Это привносит разумность. Она начинает выправлять ситуацию. Формы перемен могут быть различными. Благоприятные внешние факторы или нечто позитивное в самих событиях. Предпосылкой к переменам будет смотрение. Я использую это слово как метафору. Предпосылкой будет ваша сэрэнда настоящему моменту, до тех пор, пока вы целиком не превратитесь в смотрение на данный момент, пока не отдадите ему все ваше внимание. А внимание не будет целиком настоящим, если ваша сэрэнда неполна. если вы не до конца принимаете формы, в которых являет себя сейчас. Только тогда вступает в действие разумность. Даже незначительное сопротивление тому, что есть, будет замутнять ваше внимание, направленное на ситуацию, на человека, на мир форм. пробужденное внимание великий трансформирующий агент. Но сначала вы должны открыть ему дверь. Портал сэрэнда должен быть открыт. И тогда смотрите. В этом заключено величайшее чудо. Я предлагаю провести остаток дня в молчании, наедине со своим умом, позволяя мыслям возникать. Не относитесь к ним слишком серьезно. Помните, что они хотят, чтобы вы принимали их всерьез. Они претендуют на абсолютную ценность. Однако никакая мысль не такова. Ни одна мысль не заключает в себе абсолютную истину. Вы восстанавливаете со своим умом отношение сочувствия, сострадания. Вы видите его ограничения, которые сами по себе не являются проблемой. Это ограниченность формы. Вы позволяете быть этим ограничением. И тогда вокруг мыслей и между мыслями возникает пространство. Сострадание и позволение идут вместе. Когда мы говорим о сочувствии, глубинным образом оно связано с позволением быть тому, что есть. И это и есть сострадание. В нем заключена могучая сила. Вчера мы говорили о теле боли. Что мне с ним делать? Позвольте ему быть, и вокруг него возникнет пространство. Вначале маленькое. Через некоторое время оно увеличится. Ваши отношения с телом боли уже устроены по принципу сострадания. Позвольте людям быть проявлениями их ума. В конце концов, они проявляют не свой ум, а общечеловеческий ум являет себя посредством этих людей, посредством этих форм. Позвольте этому. Не требуйте, чтобы они не проявляли общечеловеческий ум. Не требуйте, чтобы все стали просветленными прямо сейчас. Сострадайте общечеловеческой бессознательности. Что есть бессознательность? Это полная отождествленность с обусловленным умом. Куда бы вы ни пошли, вы столкнетесь с ней. С кем бы вы ни встретились, вы встретите ее. Если вы хотите, чтобы было по-другому, вы окажетесь в большой проблеме. Потому что куда бы вы ни пошли, вы встретите новых людей и новые проявления бессознательности. Вы начнете возмущаться, требовать большей сознательности и через то сами будете погружаться в бессознательность. Сознание вносится в мир через позволение, которое в то же самое время является состраданием. И это ведет к трансформации. Таким образом сострадайте через позволение быть человеческой обусловленности, как в самих себе, так и в других. Она проходит через эволюционный процесс, и одна из его стадий подходит к концу. Но по-прежнему человеческая обусловленность все еще доминирует, отождествленность с умом, бессознательность, тело-боль. Не превращайте все это в идентификацию для людей. Это будет противоположностью сострадания. И это называется суждением. Суждение смешивает бессознательность с человеком. Проявление общечеловеческой бессознательности оно считает персоной человека. Но это не персона, это движение общечеловеческой бессознательности. Таким образом, вынося суждение, вы путаете подлинное содержание человека с его поведением, выражающимся в проявлении общечеловеческой бессознательности. Конечно, здесь нет сострадания. Это суждение. Вы делаете подобное и в отношении себя. Вы смотрите на то, что вы делали вчера, на свою бессознательность и говорите «Это был я. Я плохой, бесполезный». Это ничего общего не имеет с тем, кто вы есть. Где бы вы не встретились с бессознательностью, позвольте ей быть. За ней ничего нет, никакой персоны. Таким способом передается присутствие, через позволение. Не нужно специально делать, чтобы изменить. Перемены происходят. прикосновение к вечности. При страсти к страданию. Часть вторая. Некоторое время уделим вашим вопросам. Вы также можете задавать их устно. Пожалуйста, задавайте. На большинство вопросов, особенно если они жизненно важны для вас, вы найдете ответы внутри себя с помощью безмолвия. Поместите проблему во внутреннюю тишину. Если вы захвачены мыслями, периодически выходите из их потока. Мысли должны занимать свое место в жизни, но что более важно, это умение отступить назад и смотреть. Через какое-то время мысли уходят. Возможно, вместе с получением ответа, вместе с озарением. Проблема решена. Или возникают благоприятные факторы, а вы не понимаете, откуда они взялись. Читаем вопрос. Он возвращает нас к тому, о чем мы говорили сегодня утром, о чем я бегло тогда упомяну. У меня вопрос с самого детства. Если божественное сознание может самоосознавать себя посредством вас, Иисуса, Будды и так далее, почему оно не может проявить себя и в остальных людях? Почему оно сначала создает обстоятельства, в которых затем появляются Бунда, Иисус, Экхард? Я лишь читаю. Так, почему не может в тех же самых обстоятельствах в других людях? В ком? Многие ответы зависят от того, с какой точки зрения смотреть на вопрос. То, о чем здесь на самом деле спрашивается, происходит. Сейчас наиболее благоприятное обстоятельство и самый благоприятный момент, если речь идет об освобождении. Можно слегка видоизменить вопрос. Начинается он с «Если божественное сознание может самоосознавать себя посредством вас, Иисуса, Будды, почему оно не делает этого все время. Можно заменить на «Я». Если я осознаю самого себя посредством одной формы, зачем меня заставляют осознавать себя посредством других форм? Если я осознал себя, почему я все время теряю себя? «Если ваше желание полно, божественное сознание видит себя посредством вас сейчас, но оно не хочет это делать насильно. Нужно не желать ничего другого». Сейчас вы можете сказать «Да, ничего другого я не хочу», но через десять минут вы захотите что-то другое. Захотите отождествиться с потоком мыслей. Сэрнда сейчас. Эта духовная практика не требует времени, в этом ее красота. Сберегается много времени, потому что сэрнда по своей сути является проходом и не требует ни времени, ни особых обстоятельств. Достаточно тех, в которых вы находитесь. Там, где вы оказались, там и идеальные условия. Вы пребываете внутри целого. Целое привело вас туда, где вы находитесь. Так оно манифестировало себя. Все связано со всем. Формы, которые принимает данный момент, связаны со всем миром. По-другому даже не может быть. целостность проделывает все, что вокруг. Вы познаете ее совершенство не посредством концепции, а на самом деле. Но попробуйте убедить кого-нибудь в этом. Целое действительно совершенно, но только если вы серн до его. право. Таким образом, все, что вам потребуется во время духовной практики, это правильно принимать настоящий момент. Не всю вашу оставшуюся жизнь, а данный момент. Вы будете правильно быть в настоящем моменте, если распознаете его правильность. Следующий вопрос. Почему среди ищущих так много женщин, а среди учителей так много мужчин? Верно. Во многих собраниях процент женщин превышает процент мужчин. Не знаю, как здесь, кажется, и тех, и других поровну. Иногда женщин оказывается до 70%. В своей книге я упоминал, что женщины быстрее проходят через трансформацию сознания. То, о чем говорится в вопросе, было верно до недавнего времени. Но положение изменилось. В последние годы я все больше встречаю женщин- учителей. Их количество неуклонно растет. Вчера я беседовал с учителем женщины из соседнего ашрама, Шанти-май. Ранее в этом году я встречался с Катри Тенгрим в США, с Байрон Кэйти, с Гангаджи. Все чаще и чаще женщины становятся связующим звеном в передаче истины. До недавнего времени было не так. Не то, чтобы с женщинами не происходило освобождение, но общество с его религиозными структурами было более патриархальное. Поэтому женщины не получали в нем признания. Вполне возможно, вскоре наступит время, когда женщин учителей будет больше, чем учителей мужчин. В Индии также есть много женщин-учителей. У многих женщин жизненное предназначение быть духовным учителем. Возможно, не в общепринятой форме. Но таких женщин много. Наверное, здесь присутствуют женщины, которые станут учителями, если уже не выступают в этой роли в той или иной форме. Даже в тибетском буддизме куда до недавнего времени допускались только мужчины. Следующие три вопроса касаются одной темы сексуальности и присутствия. Поэтому я их читаю вместе. Я живу в тире мужчины и хотел бы больше узнать о сексуальном влечении, которое кажется одним из набора свойств этой формы. Не является ли оно первичным инстинктом, который предстоит преодолеть в ходе эволюции? Нужен ли целебат и помогает ли он? Я часто слышу, как люди обсуждают сексуальную жизнь Кришнамурти. Смех в зале. Мне ничего не известно об этом. Наверное, какая-то и была. А люди говорят, я был его последователем, пока не узнала его сексуальной жизни. Можете ли вы прокомментировать или все это недостойно внимания? Слишком много суждений вокруг сексуальности. Почему великие учителя подвергаются отрицанию, если в некоторых внешних аспектах своей жизни они выпадают из определенных параметров? Меня смущает это, я бы хотел встать на защиту, но нужен ли целебат и есть ли от него польза? Вчера вечером я гулял в уединении и встретил двух обезьян, занимавшихся актом жизнетворения. Это продолжалось несколько секунд. Когда все кончилось, обезьяны перешли к поглощению пищи. Я подумал, у этих обезьян определенно нет проблем с сексом. Нужен ли целебат? Помогает ли он? он может приносить пользу, но может быть и препятствием. Все зависит от практикующего. Сначала о том, как он становится препятствием. Например, отказ от брака является следованием ментальной установки, согласно которой сексуальность считается чем-то нечистым или недуховным. это всего лишь одна из точек зрения, маленький фрагмент. Возможно, он и заключает в себе некую долю истины. Противоположная точка зрения несет в себе свою часть истины. Если ваша практика проистекает из отождествления с установкой ума, то когда в вас возникнут сексуальные желания, вы начнете осуждать себя. Вы будете чувствовать себя осквернившимся, недуховным. Вы запрещаете себе эти чувства. Вы отвергаете себя. Возникает столкновение между образом себя, как человека чистого и духовного, и реальностью вас, так как сексуальные мысли и чувства возникают. Рождается конфликт. Дело может зайти так далеко, что вы начнете отрицать, что сексуальные желания вообще у вас есть. Или если не удастся их подавить совсем, будете чувствовать себя виноватым, потому что не получается жить в согласии с установленными стандартами. Вы начнете чувствовать себя несчастным. В свою очередь образ я станет проблематичным. Борьба с самим собой, чувство оскверненности, чувство вины, неуверенность в себе, отвращение к себе. Все это будет питать образ я. Эго не против. Ему нравится чувство вины. Этим оно укрепляет себя. У меня не получается быть безупречным мастером, зато я могу быть плохим. Ментальная концепция. Вы можете полностью отрицать свои сексуальные чувства, потому что они разбивают ваш образ продвинутого практикующего. Вы достигли седьмого уровня, а секс должен быть преодолен еще на шестом этапе. Смех в сале. В христианской традиции, особенно в прежние годы, секс подавлялся полностью. Но как окончательно подавить жизненную силу? Когда-нибудь и как-нибудь она проявится и опрокинет вас. Если вам повезет, она будет приходить к вам только в диких сновидениях. Вы будете просыпаться посреди ночи и ментально интерпретировать, будто бы дьявол напускает на вас эти сны. Либо это может выразиться в сексуальной навязчивости. Секс захватит власть, будет скрыто управлять вами, так как не получилось окончательно отделаться от него. В конце концов вы станете очень несчастными. Так выглядит положение того, кто практикует целебат и для кого он превратился в препятствие. Посредством него он или она усиливает ложное чувство «я», усиливает свою идентификацию с ментальной позицией, с точкой зрения, целиком полагая, что вся истина находится в этом отдельном суждении. Такой человек может практиковать целебат всю жизнь, а на самом деле он будет укреплять свое «я». В некоторых случаях сексуальные желания действительно перестают возникать, хотя человек продолжает выстраивать свой имидж. Наконец я достиг «я» чистой духовной. Правда, к этому времени он, возможно, уже стал стариком. Года три назад меня подозвал мой отец, ему сейчас 85. Стало быть, 82 года он подозвал меня и сказал «Я наконец окончательно трансцендировал секс. Не понимаю, почему людей так занимает эта смешная вещь. Всю свою жизнь их интересует секс». Я сказал «Это хорошо, поздравляю». В прошлом году он снова подозвал меня и сказал «Я ошибся». Он был рад сообщить, что еще не трансцендировал. Я сказал «Поздравляю». Иногда целебат случается естественным путем, как следствие вашей жизненной ситуации. Вы наблюдаете, вносите присутствие в то, что, как правило, необычайно сильно затягивает человека в бессознательность. Великий инстинкт жизни. Коротковременный период целебата полезен в жизни каждого, но не искусственно созданный, а как средствие открытости феномену, натурально возникающему из ваших обстоятельств. Вы можете превратить его в духовную практику, наблюдать за взаимосвязью между сексуальностью и очень мощными мыслительными процессами. У людей, преодолевших идентификацию с умом, последним убежищем для мыслей становится связь ума и сексуальности. Она питает энергией активность ума. Ум знает об этом. Возникает сильная взаимосвязь между сексуальностью и непрекращающимся потоком мыслей. Значительная доля мыслей человека связана с его сексуальностью. Фантазии, образы, связь между сексуальной энергией и мыслительным процессом поддерживает неостановимость последнего. Вы можете внести присутствие в сексуальные чувства, позволяя им возникать, но не давая им становиться частью психологического образа «я», не идентифицируя себя с ними. Вы не отрицаете сексуальные чувства, вы не занимаете некую ментальную позицию, вы не оцениваете их ни как хорошее, ни как плохое. Просто то, что есть. Вы смотрите, как красиво, когда сексуальное чувство не превращается в сексуальное желание, которое всегда хочет больше, чем есть сейчас. Вы привносите присутствие в чувство, и чувство перестает быть известное под названием сексуальное чувство. Проживайте его непосредственно, напрямую. Дабытие формы ограничено. Ваша физическая форма, в которой вы пришли в жизнь, имеет набор ограничений. Вы мужчина или женщина, вы половина целого. Поэтому эта половина страстно желает обрести полноту целого. Возникает сексуальное влечение. Нельзя достичь полноты себя посредством сексуального акта. Он дает только мгновенное чувство полноты, которое очень быстро исчезает. В своих корнях сексуальное притяжение является следствием неполноты формы. Следствием того, что она половина целого, либо одно, либо другое, стремящаяся объединиться с противоположным. Таков первичный импульс желаний. Я бы распространил его на все. Когда одно животное пожирает другое, так проявляет себя первичная форма любви, слияние в одно целое. С нашей точки зрения это выглядит ужасным. Итак, не принимайте отдельную ментальную позицию за то, что есть. Практикуйте целебат в той мере, насколько он проистекает из подлинной мотивации. Тогда он будет вам в помощь. Но он может с легкостью превратиться в препятствие. Будьте внимательны. здесь прозвучал вопрос, возможно ли преодолеть сексуальное пристрастие вообще. Это целиком человеческая проблема. Пристрастие означает, что в дело вмешался ум. Он выстраивает психологическое «я» на вершине вашей сексуальности. Ум хочет повторения удовольствия прошлых опытов, даже если тело иногда этого не хочет. Используя подобный механизм, все что угодно может превратиться в пристрастие – еда, секс, любое другое занятие. Наблюдайте, как ум пытается установить связь с центром сексуальности, как он использует различные средства, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. Таким образом, если вы практикуете секс, выносите в него осознанность. В этом суть тантры, в том, что действия перестают быть средством достижения последующих целей. Вы тотально присутствуете в возникающем чувстве. Если у вас партнер или нет, вы позволяете чувству быть и наблюдаете за ним. Вы не делаете из него мысль. Внося присутствие, вы не отрицаете свое чувство. Нельзя ничего трансцендировать путем отрицания его. Трансцендирование не означает, что объекта больше нет, но что вы перешагнули «за». Вы трансцендировали мысль. сексуальность. Она по-прежнему в действии, но вы вышли за ее пределы. Вы трансцендировали сексуальность. Но сексуальность в качестве свойства физической формы продолжает занимать свое место в жизни. Вы умнили ее, приняли. Вы не создаете ментальный имидж вокруг этого. Если вы позволяете Кришне, который так свободно ведет себя в сфере сексуальности, позвольте Кришнамурти иметь то, что есть в его жизни. Если вы позволяете Кришне быть таким свободным, почему нельзя Кришнамурти? Осознавайте свои суждения и ментальные точки зрения. Они большие препятствия. Мысль создает проблему из сексуальности. У обезьян нет мысли по этому поводу. Поэтому они так выразительны. Секс перестает быть навязчивостью, когда исчезает связь между умом и сексуальностью. Просто нечто, от чего можно получать удовольствие, когда оно возникает. Это лишь манифестация физической формы. Так есть. Сам в себе секс лишен проблематичности. Только посредством ума он становится проблематичным. Полагание, что во мне есть нечто, что я должен изменить, что это неправильно, желание преодолеть, все это на деле фиксирует вас именно в том положении, которое вы хотите трансцендировать. Внесите приятие в то, что есть, включая все ограничения, связанные с конкретной формой. Тогда вы действительно сможете трансцендировать, пройти за, неважно практикуете вы или нет при этом целибат. Ваш образ жизни вопрос вторичный, суть не в нем. Следующий вопрос. Вчера во время купания в адской ванне «Взрыв смеха». Вижу, многие уже побывали на этой процедуре. Вчера во время купания я столкнулась со страхом смерти. Это не такое уж редкое чувство, когда имеешь дело с индийским уличным движением. «Взрыв смеха». Я испытывала страх больше не за себя, а за своих детей, сколько несчастья свалится тогда на них. Ночью этот страх опять вернулся ко мне. Когда я пыталась обнять его, он разрастался. Я думала не только о своем страдании, но и о страдании всех матерей на земле. Он становился все сильнее и сильнее. Я не в силах обнять такое страдание. Тысячи матерей не могут принять эту боль. Что делать? Как быть матерью и не испытывать боль от этих мыслей? Прежде всего надо осознать, что вы не умрете во время процедуры. Это мысль, что вы можете умереть. В тот момент, когда мысли возникают, они могут быть самые ужасные. Возможность утраты, возможность умереть, прежде чем исполните свое предназначение. Возможность утраты это ментальная проекция, на которой во многих случаях реакции более болезненны, чем если бы событие произошло на самом деле. Ване ничего ужасного не произошло, за исключением того, что она оказалась вам неприятна. Но ум воспользовался моментом и создал страшную картину, на которую физическое тело отреагировало, как если бы все уже произошло в действительности. Это типичный пример того, как тело боли просыпается от небольшого первоначального толчка. Мысли возможной утрате создают воображаемую картину, в которой ваши дети уже оказались обездоленными. Обычно так и происходит в уме. Когда вы переживаете какую-нибудь эмоцию, вы идете дальше и представляете самое худшее. Этим вы пробуждаете тело боли. Таким образом, вы испытываете боль от событий, которое еще не произошло. Вы страдаете от несуществующего события. К этому добавляются громадные скопления неперсонализированной общечеловеческой боли. вы разделяете коллективную боль всех женщин, потерявших своих детей. Когда вы были в ванне, первым делом следовало осознать, что сформировалась ментальная проекция. Затем последовала реакция, будто бы это событие уже произошло. Ваша задача не позволить утащить себя дальше в эту воображаемую проекцию. Но это произошло. Тело боли проснулось. Вы переживаете страдания гораздо больше, чем причинила вам конкретная ситуация. Хотя ничего страшного пока не случилось. Вы не потеряли свою жизнь. Тем не менее, это то, что есть. Механизм работы ума мы замечаем в ретроспективе, как он посредством страха создает проекцию будущей потери и как вы начинаете переживать боль гораздо больше, чем ваша изначальная боль. У вас не получилось обнять ее, но вы живы. Вам предстоит каким-то образом обнять ее. Возможно, у вас получится сохранить состояние свидетеля, и вы увидите, что переживаете нечто сверх того, что причиняет вам непосредственную персональную боль. Многие дети теряют родителей, часто родители теряют детей. Что хуже? И то, и другое ужасно. И тем не менее, каждое человеческое существо рано или поздно сталкивается лицом к лицу со смертью. С некоторыми эта встреча происходит в раннем возрасте. Но они живут дальше, очень рано получив урок духовного обучения. Однако те, кому жизнь посылает подобное духовное прозрение, уже готовы к нему, хотя этого можно не замечать на поверхности явления. Пережить утрату в раннем возрасте очень болезненно, но потенциально она становится началом духовного самосознания. Никакая форма не долговечна. Возможно родителям больнее терять своих детей. Но может быть для некоторых из вас такой жизненный урок, и вы должны пройти сквозь него. Возможно одна из причин, почему вы сейчас оказались здесь, это страдания, которые вы пережили к этому времени. Материя вашего существования перестала быть достаточно прочной. Наблюдайте за своим умом. Смотрите, что он создает. Будущие потери, возможные утраты. В этом суть беспокойного ума. Суть тревоги в проекциях. В опасной ситуации наблюдайте, удастся ли вам отключиться от прошлого и будущего. Иногда такое происходит естественным образом, от соединения от прошлого и будущего, отказ от них. Используйте опасную ситуацию как нечто, приводящее вас в настоящее. Когда вы приезжаете в Индию и впервые сталкиваетесь с уличным движением, все, что вы можете сделать, это все мысли крутятся вокруг одной. Сейчас я умру. Великой милость, что столь большое количество людей выживает в таких условиях. После каждой поездки вы благодарите Бога, что остались живы. Это может стать великим обучением. Пребывание здесь вынуждает научиться полному серенде. Если у вас не получится, вы будете чувствовать себя здесь ужасно несчастными. Вчера вечером я разговаривал по телефону со своей матерью. Она сказала, «Ты ехал на поезде, чтобы вернуться в Дель? Не лучше ли было на автомобиле?» Я ответил, «Тебе в кошмарном сне не приснится, на что здесь похоже уличное движение». Следующий вопрос. Бытие самим собой придает человеку особые качества. Такое впечатление, что люди, не имеющие эго или по-другому персоны, заново рожденные или так называемые просветленные мастера, излучают энергию особой вибрации. Да, верно. Форма, через которую проступает глубинная, непроявленная, становится почти прозрачной. В противном случае ничто не смогло бы светить сквозь нее. Не имеющие формы постоянно светят через множество форм. Только излучение это не сильно. Оно пробивается наружу, пока не достигнет самых верхних слоев, и тогда мы воспринимаем ее как эманацию тишины. Или оно может принять форму духовного учения, слов, или действий, которые совершает учитель. Все зависит от особенностей формы. Так меняется свет, проходя через абажур. Абажуры отличаются друг от друга. Свет, проходя сквозь них, становится щадящим, мягким, но при этом сохраняет свою энергетическую наполненность. Через некоторых учителей духовный свет приходит как страх, лишь временами проявляя себя в противоположном качестве. Он пугает вас. Свирепый учитель вдруг может стать очень мягким, вы не понимаете, что происходит, а мягкий учитель неожиданно очень жестким. Дзен-мастер может напасть на вас, атаковать вашу бессознательность, чтобы расколоть ее, может оскорбить вас, накричать, даже ударить. Но скрытым образом в его действиях присутствует противоположный аспект бытия. Мягкость скрывается за внешней свирепостью. Так же, как и у внешне мягкого учителя, в глубине может таиться свирепость. У вас есть выбор. Возможно, поэтому вы пришли сюда. Я знаю многих учителей, в обществе которых чувствуешь себя не очень комфортно. Такова традиция дзен. Но слушая Рамана Махарши, мягкая эманация тишины исходит от него. Совсем другая, чем от дзен. Тем не менее, она может стать настоящим вызовом жизни. Вы задаете вопрос, а в ответ получаете молчание, тишину. И это настоящий вызов. Такой же, как если бы кто-то атаковал ваше эго, скрывающееся за вашим вопросом. Итак, это качество прозрачности существует, и вас будет притягивать тот учитель, который подходит именно вам. Некоторых будут привлекать агрессивные учителя. Это правильно для них, они любят агрессию, нравятся удары по голове. Однако, есть учителя, которые ведут себя агрессивно, без осознанности, на заднем плане. Они атакуют ваше эго, чтобы укрепить свое. Они могут даже не знать об этом. Но любой учитель, какого бы вы ни встретили, подходит вам. Даже лжеучитель. Потому что его эго будет задевать ваше. и вы многое посредством этого можете узнать об эго. Рано или поздно возникнет страдание, и вы будете изучать именно то, что вам надбежит изучать. Поэтому нет особого смысла отговаривать себя, не ходи к этому учителю. Если вы испытываете к нему тяготение, изучите то, что вы можете получить от него. То же самое, когда духовные учения приходят в языковой форме, в виде мыслей. Для одних хорошо одно, для других другое. Даже астрологические аспекты могут оказывать свое влияние. Рыбам подходит один вид обучения, а львам другой, хотя в своей глубине все учения указывают на одно и то же. Но формы, которые принимает обучение, разнятся. Следующий вопрос. У просветленных людей остается ли тело боли? Например, у вас оно есть? Полагаю, что нет, но я воспринимаю общечеловеческое тело боли. Иногда я чувствую его так остро, что плачу. Я чувствую коррективную боль, переживаю за бессознательность человечества. Кто-нибудь может застать меня, когда я плачу, и сказать, «О, у мастера тоже есть тело боль». В этом смысле оно у меня есть, поскольку я еще пребываю здесь, как физическая форма, и в качестве таковой связанной с планетой и со всем человечеством в целом. Следующий вопрос. Вашу первую книгу «Сила настоящего» я перечитывал шесть раз. Каждый раз я открывал нечто более глубокое. Когда я увидел ее год назад на книжной полке, казалось, книга излучала энергию, хотя я ничего еще не знал о вас. Ваша вторая книга состояла из выжимок из первой книги, и в ней чувствовалась нехватка энергии. Будете ли вы писать еще книги, наполненные вибрацией, книги, отражающие ваше учение в его развитии? Действительно, эта книга, как и древние писания, написанные в состоянии присутствия, содержит в себе энергетический заряд, который идет далеко за информационное значение слов. Информация может быть тоже ценной, но на значение подлинно духовного текста, так же, как и духовного дискурса в целом, выводить далеко за значение самих слов, потому что эти слова рождаются из присутствия. Они несут энергетическую вибрацию присутствия. Звон достигает ушей, нервные импульсы попадают в мозг, там они декодируются в значении слов. Обычно этим все и заканчивается. В духовном дискурсе, когда некое событие декодировано в смысл, оно продолжает свое движение в вас. Энергия входит в вас и пробуждает вас в состоянии присутствия. Оно соприкасает вас с нечто, находящимся за границами обусловленного ума. В этом состоит сила духовных учений. Они выводят далеко за обычное значение слов. Это относится как к устным, так и к письменным сообщениям. Устные учения даже более энергетически наполнены. Я не знаю, как духовная энергия проникает в написанные слова. Я не делаю ничего специального. Так происходит. Как это таинство? Как такое возможно? Это всего лишь слова на бумаге, символы. Но все же текст оказывается заряженным энергией, поэтому люди перечитывают его по многу раз. В этом сила духовных учений. Другие тексты в основном информация. На 90% книги, что вы покупаете в магазине, в том числе и многие духовные книги, информация. А 10% содержат в себе энергию. Если вы читаете слова Рамана Махарши, вы чувствуете, что они несут в себе духовную энергию, и вы готовы перечитывать их много раз. И каждый раз они новые и свежие. Некоторые древние тексты тоже. Люди, тотально идентифицированные со своим умом, основное внимание уделяют значением слов. Слова декодируются в мозгу, но движения за их границей не происходят. Сеть ума тот же опутывает их, чтобы извлечь информацию. Я говорю не о собравшихся в этом зале. Это относится к людям с очень плотными ментальными структурами, которые могут слушать или читать только интеллектуально. «Да, весьма интересно. Мне понравилось несколько идей. Неплохо. Так, что там у нас дальше? Какая книга?» Прекрасно, что слова работают в вас так, как они должны. Очень полезные ваши качества, потому что, зайдя в магазин и взяв в руки книгу, по нескольким прочитанным страницам, даже по нескольким строкам, вы можете сказать, заключена в этом тексте духовная энергия или нет. Нет необходимости читать все новые и новые книги. Речь идет не об информации вообще, а о духовных книгах, снабжающих вас лишь новым количеством фактов, новыми указателями, не приводящими в состояние присутствия. Вы заходите в магазин, берете книгу, через несколько минут ставите ее обратно на полку. Так вы сэкономите много денег. Что касается выдержек из моих книг, одни люди считают, что это подходит для них, другие, что это не заключает в себе прежней духовной энергии. Тут нет универсальных отсчетов. Все зависит от человека. Если книга годится вам, хорошо, если нет, тоже хорошо. Собираюсь ли я писать следующую книгу, которая будет отражать учение в его развитии? Да, верно, учение развивается. Оно уже вышло далеко за рамки, описываемые в книгах, и продолжает развиваться. Возможно, после этого далекого путешествия я смогу сесть, сосредоточиться и начать писать снова. Многие делают распечатки устных бесед. Я просмотрю их, возможно, они лягут в основу новой книги. Если она окажется полезной, в ней будет заключена энергетическая вибрация. Дайте мне знать тогда. Скопилось много удивительных историй, как люди находят книги, как книги находят людей. Можно написать и об этом. Энергетический заряд книги многократно усиливается в процессе ее путешествия, и порой она достигает удивительных мест на планете. Следующий вопрос. Как мне освободиться от сильного желания отношений с одним человеком? Я поняла, что у меня есть такое желание после 25 лет мучительного брака, в течение которого я не смогла дать ни себе, ни своему мужу ни любви, ни приятия, к которому мы оба страстно стремились. В то же время я чувствую, что мое желание становится трингером для моего тела боли. Даже на этом прекрасном ретрите мое тело боли иногда активизируется по этой причине. Я хорошо осознаю это. Долгое время я испытывала притяжение к мужчине, с которым едва могла позволить себе заговорить. Я не могу заговорить с ним, потому что мое влечение наводит на меня ступор, и я чувствую себя ужасно дискомфортно. Потому что с духовной точки зрения мое желание выглядит таким приземленным. Во всяком случае, из-за этого желания я не могу пребывать сейчас. Помогите. в скобках «Я очень благодарна возможности быть с вами». Спасибо. Это желание присуще каждому. Как мы уже упоминали, мы существуем как незавершенная форма. Она ищет единение со своей второй половиной, чтобы стать целым. вы как физическая форма возможно никогда не освободитесь от этого желания. Но если вы преодолеете идентификацию с физической и психологической формой «Я», это желание займет свое место на периферии вашей жизни. Даже если оно и не реализуется, оно не будет делать вас несчастными. Психологическое «Я» использует это желание как подмену. чтобы не практиковать сэренды. Вера, что посредством взаимоотношений с кем-либо «Я» могу обрести полноту. Психологическое «Я» по своей природе неполно. Физическое «Я» неполно, так как являет собой половину целого. И психологическое «Я» неполно, потому что оно само проистекает из недостаточности, из потребности добавления к себе больше и больше. Часто психологическое «Я» полагает, что взаимоотношения с партнером могут восполнить его до завершенности, до целого. Это заставляет продолжать поиски того единственного человека, который сделает вас полными. На физическом уровне это проявляется как притяжение в лечении. На психологическом как страстное желание обрести завершенность, которое подлинно наступает, когда вы трансцендируете свою идентификацию с ментальным образом «Я», всегда неполным и всегда проецирующим свою неполноту вовне, например, полагая, что только партнер, он или она, может спасти вас, сделать вас до конца собой, целостным, завершенным. Если вам удается найти такого человека, некоторое время это работает. Затем вы обнаруживаете, что не можете обрести полноту посредством форм, какими бы они ни были. Вам остается только сэренды то, что есть. В вашем случае полностью принять чувство великой нехватки, чувство одиночества, свое страстное желание к нему. Возможно, вы даже не знаете, кому именно. Вы только чувствуете, что отсутствие чего-то важного является центром вашего существования. Что делать с этим чувством одиночества? Если вы недостаточно бдительны, оно приведет в движение ум. Он начнет сочинять истории о вашей нецелостности. о ваших желаниях. Вы будете постоянно думать об этом, проецировать, воображать и этим еще больше распалять свои желания. Но если вы позволите себе чувствовать то, что есть, свое одиночество, вы чувствуете его, не сопротивляетесь ему. Возможно, вы даже перестанете его как-то ментально называть. просто будьте внимательны, смотрите на него, не анализируйте, привнесите в него свое присутствие, в это чувство, которого вы никогда не хотели. Если вы будете продолжать от него убегать, оно неизбежно трансформируется в непрекращающиеся мысли. теперь вы говорите «так есть», и это чувство обладает присущими ему качествами. Вы даете ему столько внимания, что перестаете обозначать как одиночество. Ваше внимание, отдаваемое этому чувству, полно. Ваше приятие его полно, потому что так есть сейчас. Это форма, которую в настоящий момент принимает. Вы сэрэнда его обнимаете свое чувство. Смотрите, не убьет ли оно вас. Оно не собирается убивать вас. Оно не собирается поглотить вас. Оно может поглотить ваше эго, если у вас получилось сэрэнда. Затем неожиданно вы замечаете, что одиночество преобразовалось во что-то другое. Я не хочу забивать вашу голову различными идеями, во что оно превратится. Вы сэрэнда и страстное желание превращается в интенсивную жизненность. Желание до конца принято. Иногда говорят, я так хочу слиться с Богом. Как противоположное поле за желание, Бог всегда скрыт. Но это ложная интерпретация ума, который говорит, что у вас нет связи с Богом, что он не здесь. Возлюбленные это противоположный полюс одиночества. И неожиданно вы переживаете чувство полноты бытия, потому что вы тотально сэрэнда свое чувство. Тогда вы выходите за пределы психологической потребности в отношениях, не рассматривайте их как средство обретения полноты себя. На физическом уровне, на уровне тела, может остаться сексуальное желание, эмоциональное притяжение. Если вы мужчина, вас может притягивать энергетическое поле женщины. Если вы женщина, вы можете желать энергетического поля мужчины. Но теперь это станет относительно неважным. Желание не будет накрывать вас головой, так как в глубине себя вы переживаете такую полноту, что все остальное приобретает качество незначительных волн на поверхности вашего бытия, на уровне форм. Они не могут вас больше сделать несчастными. Затем, возможно, вы встретите кого-нибудь. Весьма вероятно, что сложатся хорошие взаимоотношения, потому что он вам уже больше не нужен, потому что нет ожидания, что этот человек должен сделать вас полными. Ни один человек не сможет этого выполнить. Это невозможная задача, это невозможное требование. Любой потерпит здесь неудачу, не сможет обеспечить вам полноту бытия. Но у вас теперь нет ожидания, нет потребности, чтобы данный человек сделал вашу жизнь полной. поэтому скорее всего взаимоотношения сложатся весьма приемлемы, так как глубоко задаенная психологическая потребность ушла. Если встреча произошла, вы приветствуете взаимоотношения. Если нет, тоже хорошо, в этом есть своя красота. Не у всех одинаковые предназначения. уединение есть особая красота. В одиночестве нет. Уединение возникает, когда вы одиноки, и у вас получается сэранде свое одиночество. В уединенности даже есть нечто сакральное. Одиночество – это быть одному и ненавидеть, не желать этого. Когда вы сэранде одиночества, оно превращается в уединение, в глубокое чувство единости с самим бытием. Потому что на самом деле вы искали связь с Богом посредством другого человека. Но только через сэранде вы можете ее обрести, найти Бога. Вот ваша духовная практика. Работайте со своим чувством. Не ищите партнера. поиск – это не есть ваша духовная практика. Вы пишете «Чувство одиночества не дает мне пребывать в настоящем». Потому что чувство неполноты и недостаточности приводит в движение ум, который в свою очередь уводит вас и сейчас. Но именно то чувство, которое уводит вас и сейчас, может и привести вас обратно в сейчас. Дайте ему свое внимание. Обнимите его. Не нужно бежать от него. Приветствуйте одиночество, и оно превратится во что-то другое. Прекрасно. Прикосновение к вечности. День пятый. Духовная практика и сопротивление. Часть первая. Полезно оглянуться на прожитую здесь неделю и осознать, что все является составной частью ретрита и помогает вам, даже если на поверхности это не выглядит таковым. все является частью обучения. В том числе и адская ванна, и дискомфорт в комнате, и непривычная еда, и жуки то там, то здесь, или другая живность. Ваше физическое тело испытывает множество ограничений. Какие бы условия ни складывались, все это часть вашей практики. Это образ вашей жизни, пока вы находитесь здесь. Ничего не отрицайте, включая физическую слабость, боль, дискомфорт. Расслабьтесь в этих условиях. Только обстоятельства настоящего момента. В противном случае вы вернетесь домой фрустрированными. Я поехал за духовным освобождением, за преодолением границ, за выходом в вечное, а встретился со слабостью, незнакомой едой, адской ванной, жуками. Я не этого ожидал. Конечно, вы пережили здесь многое другое, но ум легче всего фокусируется на неудовлетворенности. Другими словами, на ограничениях жизни. Вернувшись домой, вы снова окунетесь в ставшие привычными обстоятельства повседневной жизни. Находясь здесь, бессмысленно избегать ограничений используйте их как входную дверь. О маленьком паучке легко вскоре забыть, но ведь он тоже совершает свое путешествие по жизни. Таким образом, любое ограничение становится проходом, если вы не отворачиваетесь от него, не критикуете, не вините, не оцениваете как хорошее или плохое. Чаще всего как плохое. Что бы настоящий момент не дарил вам, я отмечал это в книге, примите так, как если бы вы сами выбрали это. Совершенно новый способ жить, совершенно противоположный прежнему, проистекающему из обусловленного сознания. Примите данный момент, не важно, что он принес с собой, как если бы вы выбрали это. Я не говорю, что выбор сделали вы. Возможно и так. Я говорю, вы выбрали это, полагая, что вы можете так считать. А можете так не считать. Некоторые определенно скажут, я этого не выбирал, нет, я абсолютно уверен. Предположим, вы где-то прочитали о ней в практике, приходите на семинар и начинаете рассказывать. Вот мои проблемы, со мной происходит то-то и то-то. Ведущий отвечает, зачем же допускать, чтобы это проявлялось в вас? Вы чувствуете себя виноватым. Да, я не прав, что это проявляется во мне. Я недостаточно хорош. Поэтому я не говорю, вы выбрали. Достаточно сказать, я принимаю, как если бы я выбрал это. Ограничение немедленно превращается в портал. Чудо. Не имеет значения, какие условия вы полностью приняли. Само ограничение приводит вас в глубокий покой. Если ограничение выглядит абсолютно неприемлемым, ваше сэренды должно быть соответствующей глубины. Глубина сэренды отражает степень ограничения. Оно может быть незначительное. Например, легкий дискомфорт в желудке. Более серьезное ограничение заставляет лечь в постель. Вам трудно говорить. Кажется, что вы теряете все на свете. И все же углубите свое сэренды. Могут случиться ужасные ограничения. Никто не застрахован от них. Болезнь может приковать к постели, возможно, навсегда. Так говорит доктор. Смерть любимого человека. Полная потеря имущества по той или иной причине. Тюремное заключение. Вы сэренды. Ваша да настоящему очень глубоко. И наступает покой. У некоторых людей порог неприемлемости очень низок. Они очень легко оказываются в состоянии «Это неприемлемо для меня». Многие из вас на протяжении этой недели наверняка переживали нечто подобное. Само событие незначительное, но реакция на него как на что-то громадная. Возможно это и так, если вы привыкли к супер комфортабельной жизни. Многие люди, даже если они прежде ничего не знали о духовных учениях, оказавшись перед лицом неприемлемого, спонтанно входят в состояние «да». Мы называем его сэренды. Приятие так глубоко, что все реакции эгоистического «я» схлопываются в одну глубокую «да». И душевный мир больше не покидает их. Они поселяются в этом вечном внутреннем покое. Тысячу лет тому назад у первого духовного учителя не было никакого учения. Мастер должен был с чего-то начать. Он был обычным человеком, который вдруг оказался лицом к лицу с неприемлемым. Великое страдание и затем глубокое «да». Глубина «да» отражала глубину страдания и соответствовала степени ограничения. Произошел сдвиг сознания. Через какое-то время люди стали спрашивать «Нам непонятно, что с происходит?» «Будто у тебя есть что-то, чего нет у нас и что мы хотели бы иметь». «Нет, у меня ничего такого нет». Постепенно из его слов родились первые указатели. Начало складываться учение. Не нужно отчаиваться из-за экстремальных ограничений или страданий. сэрэнда с ним произошло как добровольное «да». Нет нужды, чтобы жизнь втолкнула вас в подобные экстремальные обстоятельства. В конечном она втолкнет вас туда. Время Духовные учения по милости Божьей сберегают время. В противном случае привычные образцы поведения будут самовозобновлять себя все дальше и дальше, включая тело боль. Если постоянно вносить небольшие акты сэрэнда в относительно малые ограничения, постепенно вы войдете в состояние полного сэрэнда. С каждым «да» оно будет углубляться. С каждым «да» будут ослабевать структуру эгоистического ментального «я». Таким образом, все, что происходит с вами, это составные части ретрита. Когда вы уедете отсюда, события вашей жизни будут продолжением духовной практики. Нет ничего, чтобы не являлось ее составной частью. «О нет, дайте что-то другое, чтобы я начал сэрэнда. Нет, я не хочу начинать с этого. Мне нужна более безопасная жизненная ситуация, тогда я смогу начать». Или он думает «Я должен сначала больше понять, прежде чем начать сэрэнды. Пожалуйста, объясните еще раз, что такое сэрэнды». «Еще раз, еще раз». «У меня недостаточно знаний об этом». «Вот еще вопрос о сэрэнде». «Хм, да, хорошо, а вот такой вопрос». Конечно, вопросом не будет конца. Сэрэнда это проход в настоящее, в состоянии присутствия. Держите в памяти цитату Марка Аврелия, римского императора. Он представлял собой исключительно редкий образец сочетания власти и мудрости. Две тысячи лет назад в своей небольшой книге под названием «Медитация» он написал «Примите все, что к вам приходит, вплетенным в паттерн вашего предназначения. Это то, что наиболее подходит, чтобы удовлетворить ваши потребности». «Все, что приходит к вам, есть проявление целого, проявление космоса. И приходит оно в форме, которую принимает настоящий момент. Что может быть лучше? Что может лучше удовлетворить ваши нужды, чем то, что приходит к вам, вплетенного в этот паттерн целого, который проявляет себя, как сейчас? Если вы не смогли приехать сюда на беседу, это может стать более значимым для вас, чем сама беседа. Понаблюдайте за жалующимися. «У меня ничего нет. Я потратил все деньги на это далекое путешествие, но взамен получил только неуютную постель». Внутренний диалог продолжается. В прошлом году я проводил ретрит в Коста-Рике. Один человек отправился на него с другого конца земли, но на пол пути был арестован. На два месяца его посадили в тюрьму. И это стало для него ретритом. Для данного человека он оказался лучше, чем ретрит в Коста-Рике. Он получил более глубокий духовный опыт. Вначале невыносимое страдание гораздо больше, чем может причинить некомфортабельный ретрит. Затем перед лицом неприемлемого произошло сэренды. Позже он осознал, конечно, такое понимание не происходит сразу, что тот случай с задержанием был самый лучший, что только могло с ним произойти. Невероятная энергия высвобождается вместе с приветствием сейчас. Со временем оно становится бескомпромиссным. Приветствие происходящего заключает в себе женский и мужской аспекты. Женский аспект приветствия можно видеть в статуях Девы Марии. Женский принцип всеобъемленья. Вы обнимаете происходящее. Вы осознаете себя как поле, как пространство, позволяющее всему быть. Другой аспект приятия можно назвать мужским. В нем заключена некая доля безжалостности, бескомпромиссной до того, что есть. Оба эти, казалось бы, несовместимые подходы сливаются в один. С нежной безжалостностью вы встречаете все, что бы ни случилось в вашей жизни. Конечно, все происходит только сейчас. Где же еще? Все происходит в этом пространстве нежной суровости, в пространстве, которым вы обнимаете жизнь. Сознание чудесным образом трансформируется от сопротивления эго к полной открытости, где ваше подлинное «я», единое сознание, начиная, так сказать, течь свободно. Оно действует вами, оно говорит вами. Жизнь разворачивается. Кажется, она подхватывает вас и несет на своих руках. Прежде вы боролись с ней, теперь вы следуете ее течению. Интересное открытие делает для себя тот, кто только учится плавать. Вначале он прикладывает неимоверное усилие, чтобы голова оставалась на поверхности. Он борется с водой. Таково состояние, в котором обычно пребывает эго. Вы все время боретесь, чтобы голова, так сказать, оставалась над водой. Когда же это кончится? Я больше не могу. Затем понимаете, что вода в общем-то достаточно дружественна к вам. Она поддерживает вас. Вы делаете вдох, поворачиваетесь на спину и спокойно лежит в воде. Легкие незначительные движения. Вы стали едины с водой. Вы больше не боретесь с ней, и она становится дружественной. Когда происходит сдвиг сознания от сопротивления к серенде, жизнь становится такой же. Универсум больше не переживается как нечто враждебное. Когда человек в эгоистическом состоянии сознания, универсум по большей части пугает его. Человек уповает, что наступит день, и он попадет туда, где обретет все, что он хочет. Конечно, такой день не наступает. Итак, бескомпромиссное «да». Отпадает волнение насчет возникающих мыслей. Как мне отделаться от них, от ментального шума? Бескомпромиссное «да» сделает это. Ментальный шум ослабнет. Конечно, он обладает инерцией и какое-то время будет сохраняться, но он перестанет быть проблемой. Временами небольшой ментальный шум. Хорошо. Наблюдайте за глубоко укренившимся паттерном ментального шума. Он связан со структурами эго, а они обладают невероятной инерцией. Паттерн сопротивления. Наблюдая, вы легко заметите, как действует ум. Два главных аспекта сопротивления – это идентификация с ментальной позицией и самозащита. Стереотип сопротивления является источником большинства проблем во взаимоотношениях между людьми. Аргументы в споре возникают из неоснеживаемой идентификации с занимаемой позицией. Мнение, точка зрения, верование, идея. Ментальная позиция принимается за «я». У вашего партнера другая позиция, и он идентифицирует себя с ней. Возникает конфликт. Оба черпают чувство своего «я» из своей ментальной позиции. Таким образом, две вещи приводят к конфликтам в отношениях. Идентификация с телом боли и идентификация с ментальной позицией. Часто обе идут вместе. Ментальная позиция усиливает тело боли. И это называется ад. Даже в обыкновенном разговоре, не замечая того, вы занимаете некую позицию в виде мнения, набора идей и тому подобное. Другой человек говорит, «Нет-нет, все не так». Вы начинаете защищать себя. Это происходит безотчетно. На вас никто не нападал, но вы полагаете, что вам причинили ущерб, если вы идентифицированы с верованием или идеей, или с любой другой ментальной позицией. Вы защищаетесь, будто речь идет о вашей жизни. И это не осознается. Во взаимодействии между людьми подобное наблюдается повсеместно. Ментальная позиция. В ней нет реального «я». Это лишь точка зрения. За отождествлением идет самозащита. Она возникает совершенно автоматически, когда умом созданному «я» начинает что-то угрожать. Кто-то что-то сказал. И это сделали вы или вы это не сделали или вы испортили все дело. Ваше «я» автоматически встает на защиту себя. В теле возникают зажимы и чрезмерные эмоции. Нет, это сделал не я, ты. Все, что требуется, это наблюдать, как быстро и автоматически рождается самозащита. Вы защищаете ваше «я». Но это «я» иллюзия. «Я» всегда хочет быть правым. Другая очень близкая мотивация – держать «я» в неприкосновенности, так как чувство «я» напрямую связано с позицией правоты. Таким образом, духовная практика состоит в том, чтобы наблюдать за самозащитой, когда она возникает, или наблюдать, когда уже все произошло. А, опять это было. Ну, ладно. Возможно, в другой раз у вас получится заметить возникновение самозащиты в разгар процесса. Защищая иллюзию, вы попадаете в ловушку. В курсе чудес хорошо сказано. Каждый раз, когда вы защищаете что-либо, знаете, что вы идентифицируете себя с иллюзией. Это значит, что ваше «я» отождествляет себя с движением мыслей, которые по своей сути – иллюзия. Затем наступает время, полагаю, для вас это как раз сейчас, когда вы разрываете связь с ментальной позицией. Вы позволяете ей быть, не помещая туда свое «я». когда вы отпускаете самозащиту, вы осознаете, что по-прежнему живы, хотя вы и не защищали себя. Вы живы, даже если оказались неправы. Вы говорите «Да, вы правы, я ошибся». Великое освобождение сказать «О, да, это так». Свобода приходит, когда вы отказываетесь от автоматической программы самовосстановления своего «я», своего «ега». Так много в этом мире, что может причинить ущерб нашему «я». В повседневной жизни даже легкое замечание может ранить. Кому-то не нравится, как вы ведете машину. Он кричит «Идиот, кто только дал тебе права». Чувство «я» моментально бросается восстанавливать себя, потому что идиот ранит умом сформированное «я». Вы думаете про себя, что вы не идиот. Моментально включается механизм самозащиты, и вы кричите в ответ зачастую еще громче. На каком-то уровне это срабатывает. Вы чувствуете себя немного лучше, ущерб компенсирован. Ваш ответный крик своего рода заплатка. Неприкосновенность вашего «я» восстановлена, и вы едете дальше. Это лишь маленький пример. Но как часто происходит нечто подобное, когда вас критикуют, когда кто-то обсуждает те или другие ваши действия, или наоборот вас хвалят, вам говорят, что вы хороший. Мир может и такое говорить вам какое-то время, пока не изменит свое мнение. Наблюдайте автоматическую реакцию механизма самозащиты, как она моментально активизируется. Этот механизм очень силен в бессознательных людях. Их еще очень и очень много на планете. потребность быть правым. Она порождает физическое насилие. Даже между нациями потребность быть правыми. Другой неправ. Не знаю, встречается ли такой феномен в Индии. На западе он называется гнев на дороге. Дело не ограничивается криками. Водители выходят из машины начинают драться. Продолжение механизма самовосстановления. Для бессознательного человека окончательным триумфом будет убить другого человека. Иллюзорный я будет в этом случае тотально восстановлено. Правда, другие люди посадят вас в тюрьму, но, по крайней мере, вы пережили триумф своего я. Когда вы захвачены механизмом самовосстановления, вы готовы пойти в тюрьму на всю оставшуюся жизнь за краткий момент триумфа иллюзорного я. И это стоит того, говорит маленькое я самому себе. Но жизнь не велика дошна. Она предоставит вам пятьдесят лет духовной практики в тюремной камере. Когда вы говорите с кем-нибудь, наблюдайте за своей самозащитой. Приходит великое освобождение, когда не нужно ничего защищать. В противном случае постоянная неосознаваемая потребность защищать свое я. Но вы отказываетесь от нее. Если вернуться к нашему примеру, кто-то кричит вам «Идиот!» вы посмотрели на него и продолжаете вести машину. Нет ничего, что требует восстановления. Он кричит снова, потому что думает, что вы глухой. Великое освобождение, потому что это освобождение от мыслей, освобождение от эго, от потребности в правоте. У вас достаточно присутствия. Вы можете в это играть. Вы наблюдаете за движением энергии, вы отпускаете свою привязанность к «я», вы позволяете ему идти вместе со вновь возникающим настоящим. Появляется пространство. Ты сделал то-то и то-то, ты такой-то и такой-то. Может быть, это правда, а может быть, и нет. Пространство. Я сделал это? Вы смотрите «Это сделал я?» Затем отвечаете «С вашей точки зрения выглядит, будто это сделал я». Но вы заблуждаетесь. Или вы говорите «Вы правы, и это сделал я». И вы снова свободны. «Все реакции, все отреагирования в своей главине эгоистичны. Все реакции – это быть против. И вот вы переходите от реакции к ответу. Вы отвечаете на ситуацию из состояния присутствия. Иисус и его парабола «Подставь другую щеку». Кто-то ударил вас по щеке, нормальная реакция тут же ударить в ответ. Так принято. Конечно, «Подставь другую щеку» – это метафора. Это экстремальный пример не самозащиты и не реакции. Не нужно относиться буквально. Это парабола. Другой параболой является притча о дзенском учителе. Я ее часто рассказываю. В одном японском городе жил почитаемый дзенский мастер. 16-летняя девушка забеременела и сказала родителям, что дзен-мастер соблазнил ее, когда она посещала его несколько месяцев тому назад. Родители пошли к учителю. Ты соблазнил нашу дочь. Ты лжеучитель, обманщик. Наша дочь утверждает, что родители продолжали говорить и говорить, а мастер молча слушал их. Затем сказал «Так есть?» «Да, ты отец ребенка». «Так есть?» «Да». Когда ребенок родился, они не захотели оставлять его у себя и принесли дзен-мастеру. «Вот твой ребенок, ты забудь о нем», мастер сказал. «Так есть?» «Да», ответили родители и ушли. А люди перестали приходить к мастеру. Он потерял репутацию. Все, что ему оставалось, это ухаживать за ребенком. И он делал это, потому что так есть. Он принял форму, которую выбрал для себя настоящий момент. Он не жил умом, созданным «я». потеря репутации не превратилась в историю в его голове, как это обычно бывает в случаях идентификации. «Факт, вот ребенок. Никто ко мне не приходит. Хорошо. Никого нет, нет и проблем. Есть ребенок и пустое пространство. Прекрасно». «Нет никакой идентификации ума. Никакого «О, моя репутация, выстраиваемая столько лет, моя жизнь разрушена. Что они сделали со мной?» Никто ничего не сделал. Приветствия настоящего момента. Не реакция. Через несколько лет девушка повзрослела и призналась родителям, что отец ребенка не дзен-мастер, а соседский парень. Родители побежали к мастеру. «Пожалуйста, прости нас. Мы только что узнали, что не ты, отец, так есть, сказал мастер. Да, мы хотим забрать ребенка к себе. О, если так есть, вот пожалуйста». Ничего не случилось. Это экстремальный пример жизни, проживаемой в состоянии нереакции. Пример полного отсутствия драмы в таковости жизни. Внешне это выглядит как драма, но для сознания в состоянии серенды нет никакой драмы. Она не может возникнуть. Удивительным образом жизнь остается простой, ясной, не проблематичной, потому что нет чувства «я», нет идентификации и истории. «Я» мастера рождалось из настоящего, из сейчас, пространства сейчас, не обусловленное, не имеющее формы сознания. Какие проблемы могут быть здесь? Таким образом, посредством нереакции кончается карма. В присутствии нереакции карма немедленно испаряется. Карма есть последовательность действия, реакция, действия, реакция. Внесите нереакция, суть саранды, и карма обрывается. Это единственный способ, каким карма может исчезнуть, а не со временем, сколько бы его не отводилось. Она возобновляет себя посредством времени. Только через невременное она исчезает. Все духовные учения Иисус и Бунда указывали, что великая сила приходит вместе с нереакцией, которая в своей сути есть саранды. конец всем драмам вашей жизни. Как они могут продолжать быть, если вы говорите, ладно, это то, что есть, так есть. Все исчезает, остается ясность, незамотненная проблемами. Пространство сейчас. Ум может сказать, так я превращусь в коврик перед дверью для вытирания ног. Я не хочу. В нереакции заключена большая сила. Полный отказ от самозащиты, но невероятная мощь начинает идти через вас. Есть такая история. Будда ходил из города в город, из деревни в деревню, временами встречая людей, оскорблявших его. Такова была их ментальная позиция. Они кричали на него. Ученики спрашивали, почему ты позволяешь им кричать на тебя и оскорблять? Будда ответил, здесь никого нет, кого можно оскорбить. Они думают, что кого-то могут оскорбить, но его здесь нет. Все проходило мимо, так как не было умом созданного образования, которое могло бы оскорбиться. Кто-то крикнул, «Идиот!» Но никого нет, кто бы вцепился в этот звук. Он прошел мимо. «Идиот?» «Где?» «Кто?» Ничто не может превалировать над силой присутствия в настоящем. Да, не надо недооценивать инерцию коллективного человеческого ума и общепринятых стереотипов поведения. однако ничто не сравнимо с силой присутствия. Ум с его паттернами поведения исчезает. Да, не надо недооценивать сумасшествие эго, но ничто не сравнимо с мощью настоящего. В курсе чудес сказано, эго безумно и не надо недооценивать степень этого безумия. Совершенно верно, оно очень безумно. Посмотрите на историю человечества, включите новости по ТВ. Безумие завуалировано коллективными действиями. В одном человеке оно явно, в другом уже растворилось. У вас оно оперирует в меньшей степени, поскольку структуры эго стали менее жесткие. Они все еще действуют, но с меньшей инерционностью. стереотипы прошлого поведения обладают инерцией. Периодически они оживают, но вы теперь свидетель, и эти паттерны будут терять свою силу. Постепенно они сойдут на нет. Достаточно ощутить вкус серенды, увидеть красоту и мощь, заключенные в нем. Иногда меня спрашивают, как избавиться от тысячелетней обусловленности, от всего накопленного за эти годы, от всего коллективного страдания, что мы несем внутри себя. Очень просто. Серенды. Когда в вас происходит эта трансформация, вы замечаете, что она влияет на окружающих людей. Они отойдут от вас, те, кто не готов. Вы им больше не интересны. Вы больше не участвуете в их драме. Они не могут вас использовать. Поэтому они покинут вас. Он больше не играет в нашу игру. Если вы живете с партнером, и сдвиг сознания произошел в вас, но не произошел в партнере, он будет испытывать дискомфорт. Его привычки, включая тело боли, будут фрустрированы. Они нуждаются в кооперации с вами, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. Реакция требует того, кто отвечает реакцией на реакцию. Тело боли ищет другое тело боли, чтобы питать друг друг. Ему нужны ваши реакции. В их отсутствии оно фрустрировано. В вашем партнере может возникнуть ответный сдвиг сознания. Достаточно одному войти в состоянии сэрнде. Другой на время дозориентирован, затем в нем может наступить открытость и сдвиг. Либо вы расстанетесь, но произойдет это мирно. Иногда бывает, что на вид совсем не подходящий для этого люди неожиданно открываются. Им было достаточно оказаться в вашем присутствии и услышать несколько слов, ставших триггером для их собственного процесса пробуждения, который уже долгое время постепенно формировался под ментальными структурами. Порой я получаю письма о тех, с кем много лет тому назад мы вместе учились в университете. Как бы я хотел, чтобы мы тогда не встретились. Моя жизнь была бы проста, я был бы как все нормальные люди. Конечно, он не догадывается, что тогда он был бы так же несчастлив, как они. Немного физических ограничений. Мне передавали, что у некоторых из вас возникают здесь физические проблемы. Есть люди, для которых единственным учителем становится ограничение физического тела. Им не нужен никакой другой учитель, кроме постоянной боли, постоянной недееспособности тела. Страдания приводят их в состояние сэренды. Но эти же самые ограничения приводят других людей к еще большей эгоистической зажатости и несчастью. Вы могли видеть, один человек в инвалидной коляске переполнен злобой, раздражением, страданием, а другой я встречал таких свет сияет в глазах. Он полностью открыт жизни, никакого несчастья. В Индии тоже можно встретить таких людей. На западе их бы спихнули на обочину жизни, а здесь их можно встретить на улице. У одного не хватает руки, другой без ноги, но внутри них покой, они улыбаются вам. Физические ограничения привели их в состояние сэренды. Либо вы сэренды, либо ограничения сделают вас более зажатым. Три года тому назад, на Рождество, я встречался со своим двоюродным братом. Сейчас ему 42 года. Я видел, как постепенно в нем укреплялось его эго, становилось все более жестким. Вот ему 20 лет. Формируются жизненные роли, идентификация с ними, ментальные позиции, негибкое поведение. Одним словом, эго росло. Затем с моим братом случилось серьезное заболевание, пришлось делать операцию. После нее он стал почти каждую ночь просыпаться от сильной боли в животе. С позиции большинства людей это называется неприемлемо. Невозможность заснуть из-за боль. И вот спустя три года мы встретились с ним на Рождество. Его йога значительно истаяла. Появилась мягкость, открытость, ригидность ушла. Свет лучился сквозь него, что означало обусловленность больше не доминировала в нем. Необусловленное просачивалось сквозь обусловленность, хотя брат и говорил, что каждую ночь просыпается от боль. И тогда я понял, что боль является его учителем. Она привела его в Сэрэнде. В момент Сэрэнде все структуры обусловленности ослабевает. Красота в том, что нет нужды ждать, чтобы жизнь загнала вас в Сэрэнде. Своим приятием вы обнимаете ее по собственной воле. В этом красота духовных учений. Вы говорите «да». Вы выбираете Царствие Небесное. Вас не нужно туда тянуть, загонять пинками. Вас подвело к этой точке предшествующее страдание. И теперь вы по своей воле обнимаете то, что есть сейчас. Это все. Дополнительное страдание вам не нужно. Возникновение присутствия ускоряется само. Иногда имеет место неверное понимание. Я говорил о красоте страдания. Оно может стать учителем и подвести к Сэрэнде. Но с другой стороны страдание та самая вещь, которая порождает нон-Сэрэнде. Однако все взаимосвязано. Эго генерирует страдание. А цель страдания трансформировать сознание. Все едино. Все работает на освобождении. Но я не говорю, что нужно еще больше страдания. Нет. Страдание было вашим учителем до недавнего времени, а теперь у вас нет необходимости в нем. Вашим учителем стало принятие настоящего, независимо от его формы. Это легко. Настоящий момент прост, когда вы вносите в него «да». Вспомните дзен мастера. Что бы ни приносил с собой настоящий момент, так есть, но хорошо. Такова благодать сейчас. Настолько глубокая, что исчезает противоположный полюс. Хорошее и плохое на поверхности явлений. Будущее не может содержать большего блага, чем сейчас. И тогда несложно отказаться от будущего. В практической жизни оно продолжает работать, все нормально. Но вы преодолеваете психологическую потребность в будущем. Очень легко отречься от него, когда вы ощущаете глубину и благо настоящего. Вы отказываетесь от будущего еще до того, как оно будет отобрано у вас. А последнее рано или поздно произойдет. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова